Всем привет! Вы на канале Мои Домашние Хлопты. Я примчалась с дачи. Ну, спать не расхотелось заесть. Хочу умираю просто. После свежего воздуха, который можно кушать ложкой, просто хочется кушать. Очень. И вот, понимаете, в холодильнике еды полно, но мне захотелось самое быстрое на свете блюдо. И самое вкусное, на мой взгляд. Я буду делать яичницу. Итак, я делаю яичницу. Поставила в сковородку. Наливаю на нее маслица. Яичница у меня будет непростая. Она у меня будет с овощами. У меня в холодильнике есть замороженные кабачки и замороженный перец болгарский. Я сейчас воспользуюсь как раз именно этими продуктами. Отпакиваю сюда, на сковородку. Опа! Кровочки. Все, скворки. Все замечательно. Вкусно готовится. Особенно, когда ты кушь-кушь. То прям ждать трудно. Так. Собачок разогревается. Разогревается наш собачок. И я добавлю к нему болгарского сердца. Уже весна. Скоро новые продукты. А этот можно куда-то здесь. Ну, вообще, я не просто потому что куда-то здесь. А потому что я люблю такую мученьку. Я бы еще, конечно, туда положила помидорку. Но у меня почему-то ее под руками не оказалось. А в магазин я не заходила. Вот. Так, мчалась домой. Потому как не взяла с собой на такую еду. А на дачу пока не стала настраивать. У меня там, конечно, есть и плитка, и чайник, и духовка есть элистерическая. Так что, жить там вполне можно. Ну, когда ты прибегаешь вот так на два часика, то не хочется с этим возиться. Столько времени тереться. Поэтому я там чалась домой. Так, сейчас немножко посолю. Я вообще могу выстить несоленую. Я солю только на тот случай. Если вдруг от меня вишнице захочет кто-то еще побоялся. Потому что у меня одной феи там много. Может быть, мои домашние придут. Если хотят, то тоже покушать. Они сегодня все разбежались. Дети ушли к деду. К своему. Вернее, внуку. А дети поехали делать ремонт в своем новом доме. Наводят там красоту. А я вот в гордом одиночестве. Поэтому я сегодня свободный художник. Могу мчаться на дачу. Могу жарить яичницу. А могу не жарить яичницу. Но кушать хочется даже в одиночку. Пыль. 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 Мне все время хочется ускорить процесс. Вот так ее пошевелить. Но тогда нарушается красота. Пусть будет красивая. Не будем шевелить. Вот с одной стороны уже практически готова. Я сильно зажать мою яичницу не люблю. Я люблю, чтобы она была слегка такая жиденькая. Красота. Да. Красненького цвета в этой палитре не хватает. Сейчас бы сюда еще помидорчик. Вообще было бы все замечательно. Так и хочется. Ай, испортила. Желток. Вот так и хочется ускорить процесс. Наверное, потому что я очень голодная. Свежий воздух, то он аппетит развивает. Я прокопалась там немножко. Сливу одну обрезала. Потом кломбочку привела в порядок с цветами. Ну, как привела в порядок. Листья собрала, потом накрыла, потому как там уже зелененькие всходы, и взошла турецкая гвоздика. У нее есть такое поразительное свойство. Она становится очень рано зеленая. А у нас в мае бывают заморозки. И очень часто вот именно эти вот зелененькие, раненькие всходы убивают морозом. И мне все время ее так жалко. Невозможно. Поэтому я ее решила в этом году она открыть. Хочу, чтобы она дала мне такое буйное, красивое цветение. Ой, люблю, когда она цветет. Эти вот яркие-яркие красные, белые, бордовые шапки цветов. Когда их много, они так здорово смотрятся. Вот. Так, готова моя яичница. Вот такую я люблю. Вот, чтобы она была и не зажаренная, и такая вот уже наполовину готовая. Чтоб белочек был весь готов, а желточек был еще вот слегка-слегка такой вот жиденький. Если бы это было просто яйцо вареное, сказали бы в мешочке. А вот как это обозвать, я даже не знаю. Вот. Сега. Сейчас еще чайку поставлю и буду пробовать. Сейчас переложу в тарелочку. Вот если говорить так вот честно и откровенно, я люблю яичницу из сковородки. Ну, мне так хочется показаться возмерть такой культурной и воспитанной, что я сейчас и буду ее перекладывать. Вот так. Вот смотрите, красота неописуемая. Ну, все, я приступаю к терапезе. О, приятного нам всем аппетита. Вам, если вы вдруг решили со мной запутить, а мне, потому что я есть хочу, умираю. Ну, все, до свидания. До новых встреч. Приходите ко мне на канал. Мои домашние хлопоты. Будем смотреть мои домашние хлопоты и принимать в них участие. Пока.